Я научился читать в четыре года, и с тех пор я, так сказать, отпетый книголюб. Сколько за эти 50 лет я прочёл книг, сказать сложно. Но ясно одно, что счёт идёт на многие и на многие тысячи. В 1994 году я стал независимым экологом и подключился к интернету. Подключился в рамках международного экологического телекоммуникационного проекта «Сеть священной планеты Земля». Это 1994 год, и тогда интернет был через телефонные линии, и он был довольно слабый, но тем не менее он уже неплохо работал. Интернета тогда в моём городе больше не было ни у кого. Ни у самых претвитающих предприятий, ни у органов власти, ни даже всегда идущих впереди всех органов ФСБ. И вот уже 26 лет как я пользователь интернета. Понятно, я быстро заметил, что в интернете очень много опубликованных книг, в том числе и тех, которые было сложно достать. Что такое книжный дефицит при советской власти, думаю, старшее поколение помнит. Естественно, эти книги начал скачивать и читать. Сегодня в моей электронной библиотеке, как выдаёт компьютер, 2239 элементов. Сколько там конкретно литературных произведений, сказать сложно, поскольку многие произведения собраны в сборнике. Кроме того, и сам я их, а частая система объединяла их тематические панки. Да, в принципе, это и какой смысл выяснять точное число сохранённых литературных произведений на моих компьютерах. Но есть одна деталь, которая побудила меня начать этот разговор. Некоторые интересные мысли из книг я, понятно, начал записывать очень давно, записывать задолго от появления интернета, записывать на бумаге. С появлением интернета ситуация для того, чтобы собирать коллекцию заинтересовавших тебя мыслей, цитат и афоризмов из книг, стала просто идеальной. Я завёл просто файл в Word и начал в него в процессе чтения переносить мысли, которые меня заинтересовали в тех или иных книгах, которые я читал с компьютера. И собираю я эту коллекцию, уже сказал, 26 лет, с 1994 года. За эти годы я собрал 119 страниц в Word, стандартных страниц в Word. Думаю, все представляете страницу этого редактора. Вот таких вот афоризмовых цитатов. Добавлю, кстати, заинтересовавшие мысли я туда заношу редко. Они не так часто попадаются, как может показаться. Последнюю я, например, занёс туда 7 мая этого 2020 года. Сегодня у нас на дворе 14 августа. Вот такая вот тут производительность. Одна заинтересовавшая меня мысль раз в несколько месяцев. Иногда больше, иногда меньше. На одной странице в Word помещается в среднем 15 афоризмовых цитатов. И получается, что до 26 лет я их собрал порядка 1700. В нулевых я начал потихоньку публиковать эти афоризмовые цитаты на моём форуме. «Арестон. Вечный путь по лезвию бритвы». Ссылки на эту тему на форуме, ссылки постранично, будут под каждым из таких вот роликов. Тема очень заинтересовала форумчан, и они добавили туда массу афоризмовых цитат, найденных уже ими. В начале этого года я решил попробовать начать монетизацию этой своей коллекции. И конкретно 13 января опубликовал первые 20 таких афоризмовых цитат на моём канале на Дзене. Но, понятно, на Дзене я их публиковал в текстовом, а не в видеоформате. Тогда ещё, кстати, ролики на Дзене нельзя было монетизировать. Дело пошло, но далеко не лавинообразно. Например, у самой вот этой первой публикации афоризмовых цитатов на Дзене счастливы более 7 тысяч отчитываний. Но положительный момент здесь в том, что мудрость в прямом смысле этого слова вечна. И эти статьи продолжают читать, несмотря на то, что их уже давно, первые статьи, не публикуют в ленте Дзена. Читать их, тем не менее, продолжают, и медленно, но уверенно количество чтений, дочитываний, как это называется на Дзене, растёт. А, кстати, для Дзена это редкость, и большая редкость. Ссылки на данные статьи на Дзене тоже будут под роликами. Ну и вот сейчас, 7 месяцев спустя, я решил начать озвучивать эту коллекцию и на Ютубе. Надеюсь, афоризмы и цитаты вам понравятся. На Дзене, похоже, понравились. И, кстати, люди начали активно добавлять в комментариях ещё афоризмы и цитаты к тем, которые я опубликовал. Но и те, которые мне понравились, я тоже начал добавлять в свою коллекцию. Здесь, понятно, я тоже призываю наших уважаемых подписчиков и зрителей добавлять в коллекцию афоризмы и цитаты через комментарии. Пусть наша коллекция живёт, развивается и приумножается. Я пока в раздумье, сколько афоризмовых цитат озвучивать. Но Дзене я опубликовал по 20 афоризмовых цитат в статье. Здесь пока тоже буду по 20. Ну а дальше посмотрим. Ещё одно. Большинство афоризмовых цитат у меня без указания источников. Я решил, что с такой интригой будет интереснее. Даже если есть источники, то это, как правило, указывали люди, которые опубликовали эти афоризмы и цитаты на моём форуме. Ну и начинаю цитировать. Одиночество. Изнанка свободы. Пародии не бывают лучше оригинала. У них иная задача – высмеять, показать нелепость и несуразность первоисточников. Хищников надо прикармливать. Чуть-чуть. Чтоб не обнаглели. Но даже в затуманерах, выпивках и мозгах мелькала мысль, что я нормальный мужик. Первый этап простой по определению. Он должен быть таким, чтобы новички втянулись в игру, поверили в свои силы, чтоб пришли ещё и ещё раз. У меня карман не резиновый. Мне снится сон. Мне часто снятся сны. За день сознание выматывается так, что разгрузка просто необходима. А сны для того и приходят, чтобы спасти нас от обилия впечатлений, да сказать несказанное. Как там в анекдоте про Фрейда? Знаешь, доченька, бывают и просто сны. Мой голос звучит вкратчиво, как у гипнотизёра. Доброе слово. Оно и чайнику приятно. Самостоятельное чтение занятие опасное. Без объяснений наставника постоянно рискуешь понять всё так, как написано. Лукин. Портрет кудесника в юности. Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован. Станислав Леон. Мир – это сумасшествие одного супермозга, который сам из-за себя сошёл с ума окончательно. Он же. В фантастических романах главное – это было радио. При нём оживалось счастья человечеству. Вот радио есть, а счастье нет. Ильф. 1925 год. Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят. Рейбрендери. Мы невозможность. Мы невозможные вселенные. Он же. Каждый может играть благородных героев и отважных рыцарей, забывая о том, что жизнь куда сложнее. Десятка ветхозаветных заповедей. Ты веришь в свободу? А в свободу не надо верить. Когда она есть, то это просто чувствуешь. В мире всё равно нет иной правды, кроме той, в которую нам хочется верить. Личность, неспособная к созиданию, обязательно ищет оправдание деструктивному поведению. Очень часто они принимают форму отстранённого наблюдения за несовершенством мира. Когда женщина в гневе, мужчине лучше не сопротивляться. Пока всё. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы верите на конечных засторгах? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...